Здравствуйте! В студии Виктор Лукьянчиков. В эфире итоговая программа «Такой день». Это больше, чем новости. Это прямой эфир, сюжеты наших корреспондентов, эксклюзивные интервью. В феврале на большие экраны выходит фильм, в котором будут звучать стихи всеми любимых поэтов. Сегодня мы связались по скайпу с автором проекта «Кинопоэзия», актером московского художественного театра имени Чехова Анатолием Белым. Сейчас материал готовится к эфиру. Вы увидите его во второй части программы. А пока к новостям. Капризы погоды осложнили ситуацию на дорогах. Сколько людей пострадало в регионе за эти выходные. Офис семейного врача, как реабилитационный микроцентр глава региона, ставит новые задачи реализации проекта управления здоровьем в селах. Лучшие из 85 регионов. Наша область – первая в общероссийском рейтинге по капитальному ремонту многоэтажек. Что было сделано за три года для улучшения качества жизни белгородцев. 74 года спустя поет фронтовая бригада. Новый Оскол отметил годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков реконструкции военного концерта. Без скидок на возраст в Белграде прошел фестиваль ГТО 60+. Впервые в регионе и в России. Как справились пенсионеры? Они виртуозно владеют собственным телом уже 8 лет. Какие возможности открывают перед акробатами первенство Белгородской области? В начале выпуска о происшествиях на дорогах. Резкие перепады температур из минусов в плюс и обратно стали причиной пяти аварий в регионе за эти выходные. Вчера вечером в поселке Дубовое столкнулись Опель Антара и Лада Гранта. Водитель Гранты выбрал небезопасную скорость и выехал на встречную полосу. В центре Белгорода Шевроле-Авео проехал на красный свет и встретился с Маздой. И вот еще кадры из Старого Скола. По версии ГИБДД водитель Ауди не предоставил преимущества в движении Лади. Две машины тоже столкнулись. В результате 13 пострадавших. Все они были доставлены в больницы и получили экстренную помощь. Одного человека спасти не удалось. А мы обращаемся к вам с просьбой. Следите за погодными условиями, будьте внимательны на дорогах и по возможности не пользуйтесь автомобилем в метель и гололед. Мир Белогорья желает вам удачных, а главное безопасных поездок. Веделевский и Равиньской районы отчитались главе региона о результатах первого этапа проекта управления здоровьем. Евгений Савченко лично посетил сельские медицинские учреждения и проверил, насколько готовы семейные врачи идти дальше. С населением познакомился. За полгода в округ ходит два села. Водомировка и Жабская. Именно быть знакомым лично, знать каждого в своем медицинском округе. В этом залог работы нового проекта управления здоровьем. Об этом неустанно говорил и Денис Савченко в начале его реализации. Это поняли семейные врачи. У медицинских учреждений второго уровня, а это территориальные центры семейной медицины, задачи те же – знать каждого пациента. В Равиньках задачи справились. А еще ушли от очередей. Пациентов из сел здесь практически нет. Со всеми работают свои доктора. Нормой становится и телемедицина. А это уже Веделевский район. Вновь построенный офис семейного врача в поселке Векторополь. Работать в комфортных условиях с удовольствием приехал специалист из другого региона. 11 лет прожила в республике Коми и приехала сюда. Поэтому у меня есть чем сравнить. Что заканчивали? Ивановское государство, медицинскую академию. Наталья Лисина говорит, что в Белгородской области впервые увидела такой высокий уровень оснащения кабинетов докторов на селе. Видя заботу регионального правительства, отмечает она, сельские врачи, конечно, работают с отдачей. К слову, Наталья получила миллион на покупку жилья по программе «Земский доктор». Улыбчивая. Да. Она самая улыбчивая. Она улыбчивая, только и лечит. Условия созданы. Учреждения первого и второго уровня оснащены. Их взаимосвязь налажена. Но это только старт проекта. И он должен вдохновить на новые достижения. Причем Евгений Савченко неоднократно отмечал, управление здоровьем – это вектор не только для врачей. А теперь уже, как этого проекта, надо запускать маленькие микропроекты в каждом районе, в каждом, даже сельском проекте. Проект, так сказать, ну, сложных названий там нет, избыточному весу. Проект «Здоровая осанка детей», «Нет сколиозу», «Здоровые зубы». Вот давайте запускать, и не ждите, что это вот, что-то откуда. И это должен был быть, на которой у главы. Наши у нас главы за что отвечают? За хозяйство показать, за молоко, за урожайство, за экономику. А сегодня вот за качество жизни людей. На межрайонном совещании много говорили о таком направлении медицины, как реабилитация, после различного рода болезней. Сейчас этот вид услуг включен в программу обязательного медицинского страхования. И это тоже идея для семейных докторов. Кто сказал, что реабилитационные центры должны быть только в городах? Давайте подумаем над тем, как сегодня офис семейного врача, особенно в сельской врачах, где 120-150 метров квадратных, где 2-3 кольки, 90 стационара есть, превращать их в такие микроцентры реабилитации. Первые итоги проекта подведены. Оба района, Веделевский и Ровенский, получили от губернатора оценку 5. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Амире Белогорье. В 76-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня отмечают жители Нового Оскола. В память о расстрелянных в годы оккупации мирных жителях и павших в боях за город советских солдатах у мемориала воинской славы состоялся траурный митинг. Новооскольцы возложили цветы и венки к вечному огню. А накануне на центральной площади Нового Оскола прошла необычная реконструкция. Концерт фронтовой бригады. Подробности в следующем сюжете. Бои за Новый Оскол, начавшиеся рано утром 28 января 1943 года, закончились только к вечеру. На передышку у солдат было не так уж много времени. Нужно было идти дальше, выбивать ненавистного оккупанта из других городов и сел. Архивные записи не подтверждают, что здесь выступала фронтовая концертная бригада. И все же это вполне могло быть. Для солдата очень важен такой концерт. Он поднимает боевой дух, он помещается внутри радость, которой она греет нашу душу перед боем. В любой мороз мы готовы стоять и отражать врага. По многочисленным просьбам, солдат, звучит русская народная песня «Валенки». Подпеваем! Валенки, валенки, ох да не подшиты стареньки. Валенки, да валенки, ох да не подшиты стареньки. В роли легендарной Лидии Руслановой еще совсем юная Надежда Бондаренко. Готовясь к выступлению, она заглянула в биографию певицы, на счету которой сотни концертов на линии фронта. И в лютые морозы, даже под обстрелом вражеских самолетов. Думаю об этом и понимаю, что сейчас мы уже такого не сможем. Мы привыкли к комфорту, к теплу. И я думаю, что уже бы мы концерта два не смогли так отработать. Песни в программе концерта «Все времен Великой Отечественной войны». Например, «Ты ждешь, Лизавета» была написана в 1942-м. И в январе 1943-го уже была популярна на фронте. Услышать выступление фронтовой бригады новооскольцы пришли целыми семьями. У меня здесь и внуки, и дети, все здесь. Я сама иду и сама их веду сюда, чтобы они хотя бы что-то вспомнили, хотя бы что-то знали. Потому что это наша история, они, короче, тоже должны знать об этом. Также на площади развернули выставки архивных документов, современной военной техники и оружия. Для всех желающих работала и полевая кухня. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Такой день на мире Белогорья. Сейчас прогноз погоды и блок полезной информации. Сразу вернемся к новостям. Напомню, что у нас во второй части программы. Кино в стихах. Как поэтический ролик перерос в полнометражный фильм и что из этого получилось? Мы записали интервью с автором проекта «Кинопоэзия» по скайпу. Лучшие из 85 регионов. Наша область первая в общероссийском рейтинге по капитальному ремонту многоэтажек. Что было сделано за три года для улучшения качества жизни белгородцев. Они виртуозно владеют собственным телом уже 8 лет. Какие возможности открывают перед акробатами первенства Белгородской области? Без скидок на возраст. В Белгороде прошел фестиваль ГТО 60+. Впервые в регионе и в России. Как справились пенсионеры? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова